Продолжение следует... Я вас называю мастером многоуровневых сравнений, причем у вас это не работает изобретательность, а это как-то естественно получается. Внутренний ветер, как мастерок Давида-строителя, ходит кругами. Мне много раз приходилось бывать там, где похоронен Давида-строитель, и там удивительное свойство этого храма, что ты шепотом скажешь, а минуты через две тебе вернется. И вот ваши стихи так возвращаются. Их читаешь, а потом они возвращаются к тебе. Как... Вот поделитесь секретом вашего мастерства, вашего свойства. Спасибо. Спасибо. Ну, знаете, даже не знаю, как-то в двух словах это трудно сказать, но... Стихотворение – это многоэтажный такой дом. И надо сказать, что старинные поэты знали об этом. Данте говорил, что у стихотворения есть несколько уровней. Начиная с уровня самого простого, повествовательного, да, и кончая уровнем духовным. И сейчас стихи в основном читаются на уровне физическом, повествовательном, прямом. Этого явно недостаточно. Мир наш не сплошной. Каждое сравнение, каждая метафора – это некоторая трещина. Это разлом наглядной и обманчивой видимости. И поэтому, когда я начинаю прибегать к метафорам, я обращаю внимание не на явное – то, что лезет в глаза и обманывает, и гипнотизирует своей достоверностью, на самом деле ей не являясь. Я начинаю обращать внимание на те зияния, которые есть в лживой наглядности мира. И вот здесь очень просто – предмет начинает меняться, если вы на него смотрите. Одно дело, если вы купили розу, подарили девушке и даже на нее не взглянули. Но если вы смотрите и начинаете общаться с розой, она начинает меняться. Как говорил Гераклит, все в изменении, все не равно себе, все меняется у вас на глазах. И вот если вы просто попробуете посидеть с цветком в течение 15 минут, ничего не говоря, просто глядя на него, и вы увидите, как цветок меняется. Через ряд вот этих вот трещинок он начинает становиться все более тонким, все более живым, все более красивым и все более одухотворенным. То есть вы каким-то образом передаете ему свою жизнь, а он передает вам свою жизнь. И это уже совершенно другой цветок. И если, вот мы говорим о сравнении, сравнить первое впечатление внешности цветка с последним впечатлением через 20-30 минут после общения с цветком, вы увидите, что вроде бы это один и тот же цветок, но их можно сравнить. Первый был красивой, но мертвой красотой. Второй стал живым, стал бездонным, стал вашей частью. Вот мне кажется, что когда мы в стихотворении прибегаем к метафоре, мы обнаруживаем вот этот разлом, то место, где происходит превращение. И если, скажем, первый человек, который сравнил глаза и небо, он ведь сделал вещь безумную, и, наверное, современники думали, что он сумасшедший. Потому что глаза маленькие, небо огромное, глаза, они где-то на одном месте, небо все покрывает. И тем не менее, они почувствовали, современники этого первого поэта, что есть в этом правда – глаза и небо. И вот существует между глазами и небо некоторое молчание, некоторое пространство тишины, в котором глаза и небо можно сравнить, в котором глаза и небо становятся одними, в котором огромное небо и глаза девушки начинают приобретать схожий смысл. И можно сравнивать. И вот любая метафора построена на этом. Но если старинная метафора, для нее было важно глаза и небо, то современная метафора, метафора Парщикова, Жданова, допустим, она скорее стремится обнаружить вот то духовное пространство, которое лежит между глазами и небом, и делает возможным их сравнение. И вот в этом духовном пространстве тишины обнаруживается основа мира. И мне кажется, что стихотворение, которое не имеет дела с основой мира, лежащей в дословесном плане, то, о чем писал Хайдегер и называл это бытием, если стихотворение не имеет сознательно или интуитивно дела с бытием мира, с основой мира, с тем, что предшествует самому словесному ряду, то такое стихотворение еще не вполне удалось. Вот ваше стихотворение «Конь», оно одновременно и пегас, многословенностью, полетом его. Ну и вот такое есть сравнение, что поэзия – это вот буквы, от которых опирается копыта коня, а потом они взлетают. Вот они возникают в парении, вот эти сравнения ваши. Как вы обращаете внимание вашего читателя на эти подробности за счет просодий о литерации? В чем ваш внутренний механизм акцентирования на текстах? Вы знаете, ну, прежде всего, это школа «Видеть». Когда мы дружили с Алешей Парщиковым, он сказал «Учись видеть», «Учись видеть». И я готов это повторить любому поэту. «Учись видеть», потому что то, что мы смотрим, то, что нам кажется, мы видим, мы не видим, как вот с Розой я пример привел. И это первое. Второе – интуиция. Когда я смотрю на коня, когда я вспоминаю коня, мне ведь надо не фотографию сделать, а мне надо подойти к его сущности, к тому, что невыразимо, к тому, что не равно копытам, не равно весу тела. Вот Марк Аврелий сидит на коне, ну и Петр Первый сидит на коне. Нет, ваш конь больше похож на коня Петра Первого. Хотя вот по мудрости вы ближе, конечно, к Марку Аврелию. Вы знаете, я когда впервые там оказался, у этого конского изображения, я заплакал от радости. Это было лет семь назад. Я очень люблю эту конную статую Марка Аврелия. Она потрясающая. Конечно, мне интереснее порыв, рывок, когда конь как бы сам от себя готов уйти, сам себе не равен. Вот эти вот мгновения, когда вещь не равна себе, позволяют заглянуть как раз в бытийность этой вещи. Но мне не надо изобразить, мне не надо делать фотографию коня. Если вы помните, в 60-е были такие мобили. Почти в любой квартире висела такая вертикаль, и сквозняк крутил какие-то полумесяцы, луны, звездочки, какие-то абстрактные фигуры. Вот можно сказать, что я часто пользуюсь техникой мобили. Есть некоторая интуитивная ось. Вокруг я начинаю располагать пластически какие-то уловленные, увиденные движения пластику коня. И они как бы разорваны в пространстве. Но вот когда он начинает крутиться, этот мобиль, он создает некоторое единство. И мне кажется, что этой школой владел вполне поздний Мандельштам. Собственно, он ее и открыл. Это не символизм, а это, если символизм, то какой-то новый символизм. И он намеками, отсылками, какой-то очень аккуратной метафорикой давал вот этот мобиль. Давал, ну, вот как вот пчелы летят, да, они создают некоторое облако. Но облако дает сумму смыслов. Это одновременно и каждая пчела. И вот мой конь – это, наверное, поток вот таких пчел. Поток, нанизанный на некоторые интуитивные знания об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Вот недавно мне посчастливилось присутствовать, как вы участвовали в замечательном проекте «Нашего друга». И там бы говорили о просодии русского стиха. Сокровенные абсолютно видно, что вы много лет об этом думали. И это как бы указующие были откровения. Не поделитесь с нашими читателями, вот как ускоряется строфа, как она за счет ударения замедляется? Как это, как одно из необходимых качеств мастерства поэта? Ну, по поводу ускорения замедления – это вопрос технический, вопрос о ритме. Ритмом много занимался Андрей Белый. Собственно говоря, он первый дал определение ритму поэтическому, имея в виду регулярный стих. И на сегодня это общепринято, а тогда это было как взрыв. Оно было гениально просто. Он сказал, что ритм – это отступление от метра. Вот есть метр, да, стихотворный? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А ритм – это адмиралтейская игла, написанная в том же самом размере, но звучит совсем по-другому. Но дело в том, что Андрей Белый сказал вещь, которая мне стала становиться ясна самому, чисто интуитивно. А потом, когда я встретил это, я почувствовал, что я встретил единомышленника, когда встретил это его высказывание. Оно звучит так. Стихотворение является живым существом. Дальше он не стал это развивать. И вот ломай голову, каким существом? Быком, волком, ангелом, человеком, архангелом, каким деревом, что за существо? Но то, что стихотворение является существом, для меня, например, совершенно ясно. И я бы сказал, что это существо очень похоже на человека, потому что у стихотворения есть дух, душа и тело. Что такое тело стихотворения? Это буквы, если его произносить, это звучание стихотворения, это сама акустика стихотворения, это шрифт, которым набрано стихотворение, или это почерк, которым записано это стихотворение, или это вибрация связок, это тело стихотворения. Есть душа стихотворения. Это те эмоциональные вещи, то настроение, которое оно вызывает у человека. И самое главное, есть дух стихотворения. И вот это вот потрясающая вещь, потому что дух не является, он не входит в причинно-следственную связь. Он существует вне времени. И вот если мы здесь начнем прислушиваться, искать дух каждого стихотворения, то это будет та же самая вещь, которую я в самом начале сказал с цветком, вот как можно созерцать цветок. Дело в том, что мы разучились читать. Мы читаем с листа, мы читаем очень быстро, или читаем с экрана в фейсбуке. Там невозможно прочитать стихотворение в фейсбуке, потому что там совсем другой ритм. Там люди торопятся. Сам фейсбук его трясет от скорости, от поверхностности. И чтобы добраться до духа стихотворения, нужно время. Помните, как кончается божественная комедия Данте? Здесь изнемог высокий дух и взлет. И вот здесь вот идет постижение всей поэмы. Там, где уже слова кончаются, он не может ничего сказать. И возникает внесловесное ощущение стихотворения. Возникает контакт сначала с телом стихотворения, повторюсь, сейчас обычно этим и все кончается. Потом с душой стихотворения, с тем волнением, которое оно в тебя вызывает. И потом ты постепенно-постепенно встречаешь своим духом дух стихотворения. И вот это самая потрясающая встреча. И японцы, которые писали, дзенбуддийские мастера, которые писали трехстрочные стихи, они прекрасно знали, что они делают. Они давали возможность человеку через эти три строчки испытать то духовное просветление, в котором находились сами в момент создания этого стихотворения трехстрочного. И вот это самое главное. Дело в том, что я вижу будущее российской культуры как школу. Надо опять начинать учиться. Учиться читать. Учиться дышать. Учиться ходить. Учиться вылезать из интернета, хотя бы на несколько часов в сутки. Учиться слушать. Учиться говорить. Понимаете, вот то, что вы сказали о поэзии молодых людей, да всегда это было попса, всегда это было на расстоянии. Но если стихотворением владеет желание заработать деньги, это уже не стихотворение. Ну, с другой стороны, мы присутствуем утерей поэзии как профессии. Мы с вами немного лет, наверное, как раз много лет провели в поте лица своего, переводя какие-то стихи поэтов народов СССР. Мы печатали десятки книг в издательствах, за которые нам платили деньги. Ну, и по аналогии нельзя продавать колеса для телег, когда нет телег. Они не являются товаром. То есть ты можешь делать удивительные тележные колеса, написать, здесь колеса продаются, но никто не купит. Потому что телеги не являются средством передвижения. Ну, и сейчас мы явно видим, что за стихи, какие бы они ни были прекрасные, никто никогда не заплатит ни одной копейки в обозримом будущем. Разве не так? Вы знаете, Сергей Иванович, в Советском Союзе я ни копейки не заработал стихами. Переводами, да. Да. За переводы платили. И потом вы говорите, что ушла профессия поэта. Но у Пушкина не было профессии поэта. Ещё как было, он платил деньги, долги, его стихи были востребованы временем. Да, но тем не менее он себя позиционировал как дворянин, который пишет стихи. Да. Он не был писателем в нашем понимании. Ну, почему же не был? Он был и издателем, и писателем. Да, не очень. Даже он был геополитиком, я бы сказал, потому что, например, его путешествие в Орзрум привело к тому, что через некоторое время, в год его гибели, император Николай I приехал туда, в Орзрум, и основал Александрополь по его следам, да. И это до сих пор является Гюмри нашей базой. То есть он являлся геополитиком на столетия вперёд. Это сделал Пушкин. Ну, это некоторое преувеличение. Так можно, конечно, сказать с некоторой долей метафорики. Что касается его деятельности литературной, вряд ли можно назвать её успешной, если у него остался долг, там, сколько-то тысяч рублей и золотом. То есть, ну, как удачный журналист, как удачный литератор профессиональный. Ну, вы знаете, к сожалению или к счастью, он постоянно играл, а, как он написал, не ради, а чтобы вечность провести. Но на самом деле он очищал мозги, потому что после игры очень здорово пишется. Мозги чистые, как чистая бумага. То же самое вот это в новой терминологии. Пушкин был процессником. То есть он играл не ради выигрыша, а ради того, чтобы играть. А ради того, чтобы играть, ты проиграешь сто процентов. Поэтому он не мог заработать, как писатель, деньги, которые он проигрывал как игрок. В отличие от Некрасова, который выкупил современник и содержал его на выигры. Да, он играл, чтобы выиграть, а Пушкин и Достоевский играли, чтобы играть. Это большая разница. Да. Они очищали пространство для труда на следующее утро. Это лучшее средство. Ну, мне кажется, если речь идет о Достоевском, это была просто форма очень мощной зависимости. А у Пушкина это был риск, конечно. Очищал мозг, он опять садился, вот его 18 тетрадей, которые сейчас самое большое сокровище национальное, 18 тетрадей Чернякова. Вот вы говорили о почерке, да, Пушкинский почерк, вот эти его черновики. Потрясающая энергетика. И он ее всегда возил с собой, как какой-то удивительный аккумулятор. И 18 тетрадей в дороге всегда были с ним. Это как-то уму непостижимо. Это первое, что было ему необходимо, ощущать это у себя рядом. Вы знаете, меня потрясла одна вещь. Когда я очень поздно попал на могилу Пушкина, я остановился там у Саши Давыдова в Михайловском, там рядом к Святым Горам. Это сын Давида Самойлова, прекрасный переводчик, вы его знаете. Знаю, конечно. Александр Давыдов, издатель журнала «Комментарии». И он меня пригласил, и я у него две осени прожил. И вот я в одну из осеней пошел навестить Пушкина могилу. Во-первых, меня потрясло, что когда я подходил, его могила над головой, вы помните? Да. Мы подходим снизу, он над нами парит, на большой высоте достаточно. И потом, когда я туда подошел, у меня такая, ну как бы сказать, временами очень чуткая душа, да? И я когда там встал, я почувствовал такую энергию, вы понимаете? И там эта энергия была устремлена куда-то действительно к Египту, к Африке. И это была невероятная мощь. И она одновременно была совершенно русская, российская, вот эта вот тональность. Это потрясающе, конечно. Я подумал, как этот маленький человечек такой огромный мировой импульс энергии в себе удерживал и пропускал. Потрясающе, конечно. Вообще, Россия – страна загадок больших. И если мы ощущаем вот эту вот живую цепь, как вы рассказывали о книжке, о своих родственниках, это же всё живое, всё со всем связано. Если мы ощущаем эту живую цепь, то эта энергия и нам передаётся. Да, Пушкин два раза проезжал мимо дома, где я вырос. Он ехал сначала в Гюмри, а потом из Гюмри. И любопытно, что когда он ушёл в 1937 году, по этому же пути, только уже назад в Россию, в Санкт-Петербург, ехал император Николай I. Он проехал, свернул направо, на аверийский спух, и понесли спуск, и понесли лошади его. И он там чуть-чуть не разбился. Выпрыгнул из коляски, и там 60 лет огромный крест был в память спасения императора. И это всё одна дорога. То есть Пушкин проехал мимо моего дома. Это просто уму непостижимо. Два раза. Причём единственное место, где торжественно праздновали его день рождения, был как раз Тифлис. Тридцатилетие, юбилей. Осталось место. Любопытно, что это место где-то в 60 метрах от того места, где Камо ограбил банк. Это рядом. То есть вот как магия места. Русская история, она очень существенна, очень значима. Вот вы рассказывали о вашем ощущении могилы и существования пушкинского духа. Это связано с местом. Очень много. Конечно, конечно. Есть места, откуда хочется поскорей уйти. А в России есть места, в которых ощущаешь как раз подъём силы, энергии, вдохновения. Вот мы с вами находимся сейчас в пэн-клубе России. Надеюсь, что это место тоже будет сокровенным. И есть сейчас сокровенное для русских литераторов. Спасибо вам огромное за интервью. Я очень тронут. Сокровенные очень мысли. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.